Большинство жителей Таллина и все жители Пахио-Таллина прекрасно знают это здание. До недавнего времени здесь работала управа северной части Таллина. Сейчас это здание готово к приему жителей Украины, бегущих от войны. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала вооруженного конфликта Украину покинули более 800 тысяч людей. Это число растет стремительно. Большинство из них пересекает западную границу Украины. Тот остается в Польше, которая приняла основной удар. Есть и те, кто едет дальше, в том числе и в Эстонию. Как на машине, так и на автобусах, которые с территории Польши организует Эстония. Если раньше говорили о двух тысячах беженцев, которые могут приехать в Эстонию, то последние дни звучит цифра 18 тысяч. Основная нагрузка, понятное дело, придется на самое крупное самоуправление – Таллин. Поэтому сегодня с целью оказания гуманитарной помощи был открыт Центр встречи беженцев. Мы практически готовы. За последние дни и ночи мы в срочном порядке подготовили эти помещения. Именно здесь будут регистрироваться прибывающие, а затем уже двигаться дальше в места ночлега. Таллин не стал дожидаться государственных инструкций, хотя это и является обязанностью правительства в кризисных ситуациях. Совместно с отделом миграционного надзора, департаментом полиции и погранохраны, департаментом социального страхования и волонтерами Эстонского совета помощи беженцам открывается этот центр. Бегущие от войны приезжают в состоянии стресса, и было бы немыслимо гонять их по чиновникам. Центр встречи беженцев в Таллинне станет первым пунктом остановки для военных беженцев из Украины. Здесь прибывших будут регистрировать, делать экспресс-тест на коронавирус, предоставят первичную медицинскую помощь, зафиксируют потребности семьи, определят место временного размещения, обеспечат гигиеническими принадлежностями и прочими необходимыми вещами. Кроме того, здесь окажут первую психологическую помощь и разъяснят правовые основания для пребывания в Эстонии. Очень важно иметь такой гуманитарный центр, где можно было бы получить ответы на большинство вопросов, которые неизбежно возникнут у беженцев. Из этого принципа исходил Таллинн. Надо понимать, что сейчас мы решаем оперативные задачи, сейчас у нас оперативная обстановка, очень много эмоций, но на самом деле уже сейчас мы должны быть готовы быть в долгосрочной ситуации, когда многие люди останутся в Эстонии. Если мы сейчас не сможем наладить их жизнь, то впоследствии это станет проблемой не только для этих людей, но и для местных жителей. Неизбежно возникнут вопросы и о возможностях получения работы. Здесь государству еще предстоит упростить правила получения всевозможных разрешений. Дети должны будут попасть в детские сады и школы. Решение по этому вопросу тоже и немедля должно выработать правительство. Наша страна уже продемонстрировала единство в сборе денежной и материальной помощи жителям Украины, за что в ответ приходит много слов благодарности. Есть, мы были бы очень благодарны эстонскому народу за эту помощь. Сейчас в Украине большая проблема с продуктами питания, длительного хранения. Это консервы, крупы, каши, все, что хранится долго, не портится. И это большая проблема с медикаментами, особенно медикаменты, которые связаны с сахарным диабетом, тромбофлебитные, кровоостанавливающие. Украина остро нуждается также в лекарствах от простуды и гриппа, в том числе детских каплях от насморка и сиропах от кашля. В стране похолодало, а многие жители Украины вынуждены прятаться в подвалах и бомбоубежищах. Илья Бань, Роман Васильев, Новости Таллина.